Открыть свой бизнес по производству париков становится особенно актуально в наше время. Производство париков достаточно трудоемкое занятие. И чтобы заниматься этим делом, надо иметь несколько навыков в широком поле этого понимания. Викмакер, или в переводе с английского мастер париков, должен уметь проектировать и создавать парики, бороды или брови. Должен уметь шить, вязать, проектировать и быть парикмахером. Поэтому очень важно быть парикмахером несколько лет перед тем, как вы начинаете быть викмастером. Для чего это важно? Чтобы вы понимали тип и структуру волос, умели работать с волосами, разбирались в волосах, какие есть волосы. Тонкие, густые, кудрявые, какие поддаются покраске, какие нет. Какие вы умеете различать крашеные волосы, волосы, которые прошли какую-то термическую обработку, выпрямление, завивку, покраску, перышки. Чтобы, когда вы покупаете волосы, чтобы вы умели отличить тип и структуру волос, чтобы вас просто не надули. Уметь вязать, потому что верхнюю крышку мы вяжем. Уметь проектировать парик, это снять мерки. То, что есть у людей нестандартная голова. И если человек заказывает парик, надо уметь измерить парик и понять, какой парик он хочет заказать, чтобы подобрать длину волос, структуру волос. И чтобы не было потом недоразумения. Кто покупает парики? Парики покупают люди, не дай бог, больные раком. Покупают парики люди, у которых больные болезнью, выпадением волос, залысины. Покупают парики женщины, которые хотят выйти в свет. Есть у них свадьба, вечеринка, какое-то праздничное мероприятие. И она хочет куда-то выйдеть и выглядеть отлично. А у нее какие-то короткие волосы, очень тонкие, неухоженные, не успела сбегать в парикмахерскую. Она может купить парик и хранить у себя дома в шкафу вместе с выходным платьем вечерним. И куда-то ей надо пойти, она может воспользоваться им. Или же парик каждый день хочет менять свой имидж. Самое главное, когда вы хотите открыть свой бизнес и открыть свое дело в постежерном деле, это волосы. Надо уметь правильно купить волосы. Об этом я расскажу вам в следующем видеоролике. Спасибо за внимание и до свидания.